Здравствуйте, уважаемые друзья! Сегодня я вам покажу, как можно использовать смарт-объекты в программе Adobe Photoshop в веб-дизайне, а если быть еще точнее, в верстке сайта. Очень часто шаблоны сайтов создают именно в Photoshop и сохраняют его во внутреннем формате фотошоповском, который называется PSD, вот такое расширение у него есть, да? И, соответственно, сам проект состоит из кучи-кучи вот таких вот групп, да? Где, соответственно, содержится информация по каждому элементу сайта, шапка, основной текст, всякие там микроформаты и так далее. Ну, хочу сразу сказать, что есть сейчас уже другие программы, более конкурентные Photoshop для создания дизайна сайта, да? Но Photoshop, он остается таким, такой фундаментальной программой, где это все создается, создавалось и так далее. Так вот, в чем суть? Дело в том, что я в силу своей профессии очень часто смотрю уроки своих учеников, либо уроки других веб-дизайнеров, которые показывают, как этот сайт сверстать. Да, они профессионалы, хорошие верстки во всех других делах, но иногда знаний Photoshop не хватает. Вот, например, смотрите. Дело в том, что когда вот верстальщик начинает сайт сверстать, ему нужно каждую картиночку отсюда как бы вырезать как отдельный элемент, как отдельный файл в формате PNG, либо JPEG, или так далее. Ну, возьмем, например, вот этот логотип, да, в три такие вот полоски. Ну, во-первых, я по нему могу щелкнуть, если у меня выбран автовыбор, да, вот, я выбираю, что буду выбирать именно конкретный слой, а не группу слоев, где это находится слой, да, щелкаю по нему, и смотрите, видите, у меня сейчас открывается тот слой, где находится данный логотип. Я вот даже могу вот так вот выключить его видимость, чтобы убедиться, что это именно он. Вот, и какая ошибка, в общем-то, не ошибка, будем так говорить, а какой трудоемкий труд делают некоторые верстальщики, не зная, как работать со смарт-объектами. Ну, как минимум, это еще хороший случай, когда они делают видимость слоя вот этого, значит, только его одного. Для этого нажимаю клавишу Alt и нажимаю на глазок этого слоя. Вот он у меня, вот этот вот логотипчик, да. Затем они берут, например, инструмент обрезка и начинают, ну, вы понимаете, начинают его вырезать, да, вот, каким-то образом, да. Я вот такие случаи видел, вот. Вырезали его, допустим, после того, как вырезали его, значит, нажали вот так вот, то есть сохранили его, да. Ну, видите, у нас тут долго процесс идет, потому что файл большой. Ну, я просто вам показываю то, чему был сам очевидец, как люди иногда работают. Вот, и просто хочу показать, как это более легко сделать. Ну, я, конечно, вырезал не логотип, я просто образно показываю. Они этот файл сохраняют, потом нажимают комбинацию клавишку Alt Z, ну, то есть шаг назад, да, для того, чтобы вновь вернуть все на место, да, и уже потом начинают видимость всех остальных слоев опять включать и по очереди вырезают все картинки, которые нужно. Но, если, значит, работать со смарт-объектами, то это можно легко, в принципе, решить. То есть это объект, который нам надо вырезать отсюда, да, чтобы сохранить как отдельный вид элемента, вот этот слой Shape, да, я правой кнопочкой мышки нажимаю и говорю преобразовать в смарт-объект. Преобразовываю в смарт-объект, это доля секунд, да, занимает время, потом нажимаю на смарт-объект два раза, и, пожалуйста, у меня вот логотипчик открылся именно уже обрезанный такой, да, в том виде, в котором он мне нужен. И, пожалуйста, я могу пойти в файл, экспортировать, сохранить для веб старой версии, выбрать необходимый формат, например, png24, да, и сохранить его, да. Вот, то есть легко и быстро. Потом я этот слой закрыл, вот. Соответственно, нам не обязательно обратно преобразовывать в растровый объект и так далее. Или, например, ну, вот это вот у нас, в принципе, это у нас не графический элемент, это в верстке, здесь будет применяться, наверное, иконочный шрифт, поэтому его врезать не надо. Или, например, вот этот молодой человек, да. Я по нему щелкаю, и, пожалуйста, вот он у меня в отдельном слое сохранился. Ну, смотрите, видите, здесь уже тот, кто этот шаблон создавал, он сразу преобразил вот этого, значит, менеджера в смарт-объект, слой с этим человеком. Поэтому я могу по этому слою щелкнуть два раза, и он у меня открылся в соседнем окне, и, пожалуйста, я могу его сохранять, как мне нужно. Ну, вопросы верстки, это уже другие верстки. Или спускаемся вниз. Допустим, здесь у нас есть вот эти вот иконки, да, они везде одинаковые. Я, например, беру и эту иконочку, вот она у меня находится в папке в группе 0.1, да. Опять же, чтобы мне удобно было его вырезать отсюда, я преобразую этот элемент в смарт-объект. Так, правая кнопочка щелка, преобразовать в смарт-объект. Все, он стал смарт-объектом, стал я два раза щелкаю. Видите, эта иконка у меня открылась в соседнем окне. Пожалуйста, я могу сохранить в том формате, в котором мне необходимо. Если могу вот так вот создать слой пустой, залить его каким-то черным цветом, чтобы увидеть, вот эта иконка у меня тут есть, сохранилась. Пожалуйста. То есть, видите, как удобно работать со смарт-объектами вот в этой сфере творчества, как веб-дизайн, либо верстка. Вот, и любой элемент мы можем так сохранить. Пожалуйста, вот отдельно взятую картинку, тоже она уже смарт-объектом у нас является, либо какую-нибудь иконку вот эту цветную. Тоже, видите, вот она у нас. Тоже она у нас сейчас здесь, как какой-то объект. Вот. Я превозую в смарт-объект. Как только появляется иконка смарт-объекта, я по нему щелкаю. И этот элемент у меня открывается в седнем окне. Я могу его сохранить. Уже обрезанный, уже под края, и уже ничего здесь не надо делать. Вот. Ну, собственно говоря, здесь рассказывать, наверное, больше нечего, потому что основную тенденцию я вам показал. То есть, вы выбираете автовыбор, щелкаете по элементу, и, соответственно, убеждаетесь в том, что это он. И если он не смарт-объект, если его, значит, веб-дизайнер в смарт-объект до вас не преобразовал, вы его преобразовываете в смарт-объект, и работаете с ним уже в отдельном окне, уже в обрезанном виде. Видите, сам. И это касается не только, значит, веб-дизайна, вот таких вот шаблонов сайтов, да. В принципе, везде, когда у нас есть какой-то, значит, такое, значит, многофункциональная работа какая-то, да, которая состоит из множества слоев, из множества групп. Вот видите, как здесь очень, довольно-таки их много, да. И, соответственно, шаблон очень большой, то не надо пытаться что-то прямо отсюда вырезать, потом шаги назад делать, просто преобразуете необходимый вам слой в смарт-объект, и в отдельном окне с ним работаете, вырезаете, сохраняете и так далее. Ну, собственно, и все. Спасибо за внимание. С вами был Александр Семенов. До новых встреч.